Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете что посмотреть по танкам. В день выпускаю по несколько видео, все они своевременные, все они рассказывают по поводу событий в игре, за цен новых машин, за цен старых машин, которые выставили на продажу, ну и конечно же все игровые события, которые есть в великолепной World of Tanks Blitz. Если вы хотите все это не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ну а в сегодняшнем видео мы с вами обсудим легендарные внешние виды. Обсуждать будем легендарные внешние виды по одной простой причине, потому что есть вот такая вот весенняя распродажа, которая стартовала буквально час назад и здесь, ребят, есть что прикупить, а на что-то не стоит обращать внимание. В предыдущем своем видео я рассказывал свое личное мнение в отношении того, на что действительно обратить внимание стоит, ну и в частности стоит обратить внимание на легендарные внешние виды, если вы хотите, чтобы ваши тачки выделялись из толпы, когда вы заходите в бои. Ну и соответственно начнем с 10 уровня, видео скорее всего будет долговатым, но я попытаюсь показать вам все машины 8, 9 и 10 уровня в отношении их легендарных внешних видов, что они собой представляют, ну и возможно вам захочется на какую-то из своих тачек приодеть что-нибудь. Ну и в том числе надеюсь, что вам это облегчит порядок и процесс выбора, потому что заходить на каждую отдельно машину и примерять каму, смотреть его, мне кажется, немножко сложновато. Ну и соответственно начнем с 8. Не все 8 у нас обладают легендарными внешними видами, таким образом стоит отметить, что есть в принципе 3 типа техники в отношении внешних видов. Есть те, которые имеют свой личный внешний вид, потому что это тачки из каких-то событий. Есть те, для которых легендарный внешний вид в принципе в игре не предусмотрен и вам придется выбирать из того, что есть, из того, что купите или из того, что приобретете себе в каких-то контейнерах, если вам оттуда что-то будет выпадать, но легендарного внешнего вида, как я уже говорил, не предусмотрено. Ну и есть тачки, которые имеют свой легендарный внешний вид, но вы его купить не можете, потому что эта машина имеет свой уникальный внешний вид, потому что является частью какого-то игрового события. Ну и соответственно остаются те машины, на которые легендарный внешний вид купить можно. Ну вот допустим Т-26Е4 имеет вот такой нелегендарный внешний вид. Дальше у нас Т-95Е2, для которого внешний вид легендарный не предусмотрен. Астрон Рекс, и честно говоря, его внешний вид меня немножко пугает, какой-то он уж простите клоунский. Повторюсь еще раз, мнение абсолютно субъективно, поэтому не ругайте строго. М4Е4, легендарного внешнего вида не имеет. Т-77, действительно очень круто выглядит, разработчики и художники неплохо постарались над тем, чтобы тачка действительно выделялась из толпы и имела агрессивный внешний вид. Цептор имеет свой уникальный внешний вид и поменять его невозможно. Там Крайслер К имеет исторический внешний вид, плюс-минус, если надкинуть некоторые моменты и машина смотрится максимально реалистично. Т-26Е5, ну в целом строго и со вкусом, но особо в глаз не бросается. Какой есть, такой есть. Т-34, обалденно выглядит, причем стоит отметить, что легендарные внешние виды здесь присутствуют в количестве двух штук. Первый это тот, который вы видите, H-Combat, и второй легендарный внешний вид, который в переводе называется Воин, ну а всем он нам известен как Т-34 Falcon. Если мы пойдем дальше, то там еще круче, потому что есть Т-34-1776. Это его уникальный внешний вид, который, опять-таки, вы поменять не можете, вы можете добавить только обвес. И данную машину именно в этом внешнем виде периодически продают. От Т-34 обычного не отличается по техническим характеристикам абсолютно. Т-54Е2, словно известная акула. На сегодняшний день смотрится, честно говоря, немножечко смешно. Но какой есть, такой есть. Я надеюсь, что разработчики что-нибудь новенькое на акулку-то добавят, потому что тачка пользуется спросом и пользуется интересом у игроков. Супер Гусь, он же М6А2Е1EXP, не имеет легендарного внешнего вида, в отличие от Т-28 Defender, который имеет вот такие вот колбы, заполняемые непонятной голубой жидкостью. Ну а на стволе есть дополнительные какие-то прибуды, и в целом смотрится это все довольно неплохо. Особенно два вот этих вот шестиствольных пулемета, мне кажется, смотрятся вполне себе даже зачетно. ТС-60 без своего легендарного внешнего вида не смотрится абсолютно. И несмотря на то, что этот легендарный внешний вид крайне скромен, мне кажется, вполне себе даже симпатичный. Что-то в этом есть такое, знаете, невозмутимое. ТС-5 имеет легендарный внешний вид Бизон, это единственный легендарный внешний вид для данной тачки. И, честно говоря, тоже на сегодняшний день смотрится, ну, так себе. Хотя вот эти вот все прибуды, которые подцепились здесь сзади, когда вы играете на этой машине, действительно неплохо смотрятся. Стоит также отметить, что легендарные внешние виды стоит заценивать не только стоя спереди, но и рассматривая машину сзади. HWK недавно появилась сравнительно в нашей игре и легендарного внешнего вида не имеет. Лика ПЗ М41 90 мм. Строго, со вкусом, в черных тонах, с красными вкраплениями и мне вечно нравится. Не пестро, а спокойно и, я бы сказал, умиротворенно. Хотя умеет кусать в боях довольно неплохо. Если мы говорим о рам в панзере, то без своего легендарного внешнего вида машина не смотрится абсолютно. И да, действительно, эта тачка должна быть все-таки одета в свою легендарочку. КПЗ 07RH. Интересная тачка, по моему скромному мнению, неплохо придумана, но особо глазу зацепиться не за что. Да и, честно говоря, мне не нравится вот эта вот передняя часть, которая прям сильно выделяется на башне. И я бы не сказал, что она как-то действительно украшает тачку. Хотя очень красиво играет все это красным пламенем, когда вы кого-то в бою уничтожаете. Если мы говорим с вами о такой коллекционке, как КПЗ PR68P, то на нее легендарного внешнего вида не предусмотрено. Хотя меня это удивляет, поскольку тачка свежая и могли бы все-таки добавить какой-то легендарный внешний вид при введении в игру данной машины. ПЗ 58. Ну, ничем не примечательный легендарный внешний вид. Напоминает что-то такое чисто типично реалистичное, но очень-очень скромное. Я бы сказал, не то что неброское, а вообще никакое. Опять-таки, мое скромное субъективное мнение. Дальше у нас идет Panzer VIII 8, на которого легендарный внешний вид не предусмотрен. Ну и, конечно же, Лёпчик, который имеет несколько легендарных внешних видов. Колосс, который прям просто бомбически подходит в машине, но реалистичность самой тачки, понятное дело, теряется. И реализма здесь нет абсолютно никакого. А второй легендарный внешний вид, который стоит сейчас со скидками 725 голды, делает машину прям совсем блеклой. Я не могу сказать, что тут действительно есть чем полюбоваться, как когда играете вы. Потому что вы видите просто вот такую черную корму, как и когда играют против вас. Ну, разве что с Бортины, когда разбирать, будут видеть 246 надпись на вашей Бортине башни. Да и в целом на этом все. Тейлер. Очень крутой внешний вид, хотя все-таки могли бы немножко доработать и добавить какой-то пулемет, хотя бы, я не знаю, для красоты. Или какой-то дополнительный прожектор. Е75ТС. Легендарная машина в легендарном внешнем виде. Больше похожа на реальный танк, нежели на что-то футуристическое. И именно этим этот легендарный внешний вид мне нравится. Дальше переходим к тем тачкам, у которых легендарные внешние виды есть, но в основном они не сильно цепляют глаз. Это Скорпион в своем внешнем виде. Для пустынных карт смотрится прикольно, но когда играешь на зимних, допустим, картах, не смотрится абсолютно. Ну и то, что мне действительно нравится из оставшихся машин, это однозначно леший на объекте 274А. Смотрится очень классно, довольно интересно все прорисовано и есть действительно чему порадоваться глазу, но не тогда, когда вы играете на данной машине, а тогда, когда эта машина играет против вас. СТГ. Ну, странный внешний вид, честно говоря, и я бы сказал, в целом, практически ни о чем. Т-44-100. Огонь это, конечно, круто, но смотрится на сегодняшний день очень дешманский. Ну, такое впечатление, что кто-то сам разукрасил свой велосипед. Короче говоря, я бы сказал, что морально очень сильно устарело. Т-54-1, ну, а точнее, Т-54-1, ну, чисто исторический внешний вид и не более того, тоже меня лично не цепляет и мне не заходит. ИС-6. Бесстрашный имеет свой легендарный внешний вид, который невозможно с машины снять, просто потому что это не обычный ИС-6, а именно бесстрашный, который можно было получить в ряде игровых событий, касающихся уровня вашего профессионализма в рейтинговых боях. Также стоит отметить, что крутой внешний вид на объекте 252У. Чем мне нравится? Тем, что вроде бы просто покрашена тачка, но она настолько красиво прорисована, что кажется, что вот эти выступы действительно на машине существуют. Именно за это мне данный внешний вид, ну, прям безумно нравится. Если мы будем говорить о таких машинах, как ИС-2Ш и Крайслер, то на ИС-2Ш, мне кажется, еще хуже легендарный внешний вид, нежели на Крайслера. Ну, чисто историческая машина и не более того. Мы же хотели бы все-таки, наверное, чего-нибудь более интересного. СУ-130П. Мне нравится этот шрам, действительно прикольно смотрится, не сильно пестро, ничего не наворочено, но когда ты играешь на данной ПТ-хе, то, в принципе, ты вообще ничего не видишь. Здесь просто для игрока, который обладает данным легендарным внешним видом, вообще ничего не предусмотрено. Химера имеет несколько легендарных внешних видов и один из них, ну, прям совсем очень крутой. Второй, я бы сказал, прям совсем простенький. Это Фантом. Фантом и даже не знаю, ребят, в Фантоме машина, конечно, смотрится классно и именно под таким названием Химера Фантом она всем привычна. А в отношении легендарного внешнего вида, который недавно добавили, да, прикольно, агрессивно, что-то в этом, безусловно, есть, что-то демоническое. Но вот этот вот хвост, по-моему, абсолютно лишний. Без него, мне кажется, машина смотрелась бы, ну, все-таки немножечко получше. Но, опять-таки, скромное субъективное мнение. Дальше у нас Defender MK1, на котором поменять легендарный внешний вид невозможно. Есть Центурион, на который порой уже давно придумать что-нибудь новенькое, потому что этот внешний вид, ну, не знаю, как-то не очень. Не очень на данный момент уже смотрится в рандомных боях, да, и вообще не в рандомных, а вообще в принципе в любых боях. Chieftain не отличается своим каким-то супер-пупер внешним видом в легендарке. Просто строгая машина в таком темно-темно-графитовом оттенке. Ну, и опять-таки, играя на данной машине, вам вообще нечему радоваться, я имею в виду в отношении рассматривания собственной задницы этой тачки. Action X имеет несколько легендарных внешних видов, в частности, два. Первый из них смотрится вот таким вот образом. Опять-таки, полная историчность, дополнительные коробочки, лежащие в сетке. Ну, и в целом, довольно прикольно все разукрашено. Так, чтобы где-нибудь там в лесных хащах вас никто не заметил. Второй легендарный внешний вид имеет вот такой вот внешний. И в целом, он мне нравится гораздо меньше. Не знаю, вот этот вот, как на меня, гораздо больше подходит. И вы, кстати, ребят, пишите в комментариях свое мнение, какой из легендарных внешних видов и на какой машине вам нравится больше всего. Мне будет интересно почитать, ну и сравнить ваше мнение со своим. В отношении Колебана. Не то, чтобы не заходило, но я не могу сказать, что прям производит на меня какое-то великолепное впечатление. Тессеракт, да и Тессеракт, как его ни называй, смотрится непонятно как. А с другой стороны, что-то другое на Колебана не надень, оно смотреться вообще не будет, как мне кажется. Поэтому лучше, наверное, все-таки Тессеракт. Особенно, если достался вам бесплатно или вы достали его из рулетки, когда рулетка на Колебана присутствовала в игре. G-SOR 1008. Один из тех танчиков, а точнее ПТшка, без которых, точнее не так, без легендарного вида, на который тачка, ну прям совсем не смотрится. И да, действительно, вот в этом внешнем виде машина просто-таки великолепна. Но ценник на этот легендарный внешний вид приравнивается к стоимости какой-нибудь годной семерки. Поэтому здесь стоит несколько раз подумать, стоит ли эта восьмерка того, чтобы в нее вкладывать такую голду, чисто ради внешнего вида. Turtle MK1. Просто и со вкусом. Ни о чем. Просто ни о чем. Да и слава богу, потому что я даже не знаю, что на машину можно было бы сюда придумать такого, чтобы действительно заходило и цепляло. Опять-таки, когда играешь на этой машине, кроме 97074, больше вы особо ничего видеть не будете. Да и в целом, куда вам смотреть, когда вы в основном играете через призму своего прицела. Type 57. Машина, на которую действительно нужен легендарный внешний вид. Мало того, что смотрится очень клево и здесь есть действительно чему порадоваться, так еще и стоит отметить, что без этого легендарного внешнего вида у вас уходят вот эти вот две боковых вставки на башне. И мало того, что тачка сама начинает смотреться существенно проще и тут вообще, в принципе, ни о чем, как говорится. Так еще и данные две боковины, выходящие в легендарном внешнем виде, создают впечатление части вашей башни, куда неумелые игроки или неопытные игроки пытаются вечно пробить. А пробивать здесь некуда, потому что под этой всей красотой, которая является не более чем текстурой, которая украшает машину, скрывается довольно крутая приведенная броня. Механика, кстати, присутствующая в легендарном внешнем виде, меня тоже радует. Смотрится очень даже клево. И это один из немногих танчиков в нашей игре, на который действительно стоит купить себе легендарный внешний вид. И несмотря на то, что я не любитель легендарных внешних видов настолько, чтобы в них вкладывать постоянно голду, на эту тачку я все-таки денег не пожалел и приобрел себе легендарный внешний вид на своем основном аккаунте. Т-34-3 и М-59 Паттон, они у нас являются теми танками, на которые нет легендарных внешних видов. Тайп 59, на удивление, легендарный внешний вид имеет. И что самое интересное, что даже два. И если вот этот Дин мне еще нравится, что-то в нем все-таки есть, то вот этот вот товарищ Лун, я вообще не понимаю. Такое впечатление, что, не знаю, какой-то там пятилетний ребенок взял кисточку и разукрасил танк, пока папки дома не было. Ну, чисто для того, чтобы куда-то руки свои деть и чем-то себя занять в свободное от своего безделия время. WZ-122TM и WZ-111 не имеют легендарных внешних видов, в отличие от WZ-112-2, который имеет легендарный внешний вид, но здесь просто нечего обсуждать. То ли дело в 112-й ледяной, да, вот вроде бы хотя бы дракона нарисовали, но тоже далеко не фонтан. Следующая тачка, которая не может существовать без своего легендарного внешнего вида, это WZ-121GFT. Великолепно смотрится, все просто супер, да и сзади неплохо. Есть хотя бы вот эти вот какие-то выступы гребни, которые хоть как-то приукрашают тачку. Ну, а когда снимаете этот легендарный внешний вид и одеваете что-то другое, то заценивать по корме вообще нечего. Да и в целом очень сложно подобрать какой-то внешний вид, кроме зеленого оттенка на данную машину. Скорее всего, просто все привыкли к тому, что данная тачка должна быть именно в зеленых тонах. В отношении BC Burrasco. Да, прикольный, прикольный внешний вид. Он какой-то, знаете, такой спокойный. Да, пускай здесь нет кучи всего чего-то налепленного, каких-то огоньков и подобных вещей. Но, блин, без него машина не смотрится абсолютно. Не могу сказать, что прям мастхев иметь легендарный внешний вид именно на Бурасика. Но, в целом, в нем машина смотрится гораздо, гораздо интереснее, нежели под любым другим камом. АМХ-CDC, он же AC-DC. Не знаю, кто может потратить голду на то, чтобы просто нарисовать флаг Франции на борту его башни. Почему говорю так? Потому что, кроме этого, ну, еще вот этого факела, в машине практически ничего не меняется. Ну, разве что немножко оттенок всей вот этой вот болотно-зеленой краски в свойственной французской технике. FCM 50 тонн. Смешно до безобразия. Два футбольных легендарных внешних вида, которые просто напоминают мне позитив и негатив на какой-нибудь фотопленке. Почему говорю так? Потому что вот так выглядит один внешний вид, ну, а вот так выглядит второй. Короче говоря, ни о чем. Да и сам FCM навряд ли не является настолько интересной и крутой тачкой, что на нее захотят покупать себе какие-то легендарные внешние виды игроки, которые обладают данной машиной. Lorraine Bestrash, точно так же, как и ИС-6 Bestrash, имеет свой легендарный внешний вид и только такой и является. А вот на Lorraine обычную легендарного внешнего вида, ребят, не предусмотрено. Поэтому придется выбирать из того, что есть. Somo SM имеет легендарный внешний вид, который крайне спокойный, ничем не выделяется. Смотрится, как честно говоря, частичная безвкусица, а с другой стороны наоборот икона стиля, потому что здесь нет ничего. Он просто аккуратный. Вот действительно натуральный, породистый француз, крайне воспитанный и в то же время не пытающийся выделиться из толпы. Lan Sen-C со своим вот этим лосем сахатым, ну, я бы не сказал, что меня это впечатляет. Смотрится как-то немножко по-детски и мне, честно говоря, не нравится абсолютно. А с другой стороны, без него это уже не Lan Sen-C. Стрв-81. Сравнительно недавно появившаяся СТ-шка в нашей игре имеет действительно очень крутой внешний вид и отчасти напоминает стерву на 10 уровне в отношении манеры исполнения и стилистики внешнего вида. Также мне нравятся здесь открытые гусеницы, которые действительно радуют, когда ты играешь на данной машине, тем, что когда ты передвигаешься, это все видно. И именно за это внешний вид мне очень сильно понравился. Еще вот эти вот защитные экраны по бортам, ну и, соответственно, форма башни, которая немножко меняется, если вы снимаете легендарный внешний вид и одеваете на машину что-нибудь другое. Skoda T27. Просто ни о чем, обсуждать особо нечего. Есть легендарный внешний вид, но можно сказать, что его нет, поэтому на Skoda можно одеть все, что угодно и хуже ей от этого не станет. Projetta 46. Имеет с недавних пор два легендарных внешних вида. Если вот этот в зеленых тонах мне действительно нравится, заходит и, с учетом того, насколько данная машина может быть крутой в боях, ей этот внешний вид безумно подходит. А вот второй легендарный внешний вид меня не устраивает абсолютно. К сожалению, нет возможности его показать. Он был приурочен к каким-то игровым событиям, турнирам, и там все пестро разукрашено. В общем, ни о чем. Если вы встречали или видели этот легендарный внешний вид, то я думаю, вы понимаете. Да и сама Projetta 46 давненько в игре. Любитель, любитель чего-то динозавривого найдет что-то для себя в тронвагене, но по моему скромному мнению, это какое-то детство. И поскольку мы играем все-таки в танки, а не в танчики маленькие, то все-таки хотелось бы, чтобы по вот этого всего было в игре поменьше. Разработчики в свое время немножко поигрались с вот этой вот динозавривой темой, поняли, что кому-то заходит, но большинство игроков все-таки являются взрослыми людьми, и им это не подходит. Соответственно, на этом и остановились. И несколько тачек всего было одето вот в такие легендарные внешние виды с тематикой динозавров. Бизонте C45. Я лично собираюсь купить себе этот легендарный внешний вид, потому что без него Бизонте не смотрится абсолютным. Что бы вы на него ни надели, все равно подходящего на ней не найдете. А вот в отношении вот этого легендарного внешнего вида, ну тут действительно все очень круто. Но, правда, кажется, что тачка грозная и страшная, по факту картонная и практически всеми пробиваемая. Эмиль 1951. Машина интересная, а вот легендарный внешний вид мне, честно говоря, непонятен. Вот эта тема викингов, конечно, хорошо, но упрямо стоящий вот этот флаг, который не шевелится, когда ты играешь, когда ты поворачиваешь башню, очень сильно смущает. Да и в целом, я бы не сказал, что прям очень симпатично смотрится. У меня есть Эмиль 1951, и руки купить на него в легендарный внешний вид не чешутся абсолютно. Шкода Т-56, один из тех танков, которым действительно подходит их легендарный внешний вид. Я не могу сказать, что меня он впечатляет на все 200, но без него машина прям совсем никакая. Какой бы ты внешний вид вместо легендарного ни надел, не понравится абсолютно. Ну, по крайней мере, мне. К сожалению, на ТВП-100 легендарного внешнего вида нет, хотя было бы неплохо, чтобы было хотя бы что-то историчное. Ну и на этом, в принципе, восьмой левел заканчивается. Среди проходных машин есть легендарные внешние виды, но там их достаточное количество, я имею в виду, на отдельное видео. Переходим с вами к девяткам. По девяткам, ребят, очень много коллекционок, очень много премиумных машин было когда-то, пока их не поубирали. На данный момент есть легендарные внешние виды не на всем. Т-55А обделен. Я не буду говорить с вами в отношении регрессора, фюнрика, глейсера. Все это машины, которые имеют свой уникальный внешний вид, поскольку были танками отдельных сезонов. И именно в таком внешнем виде их можно забирать было. То же самое касается 50ТП прототипа, на который внешний вид предусмотрен. Но я не думаю, что многие игроки обладают данной машиной на сегодняшний день, скорее всего, попродавали данные тачки. Хотя, все бы неплохо, все бы хорошо. Единственное, вот эти вот крылья, мне кажется, немножко перебор. Опять-таки, на любителя. Особо цепляться не буду. Едем дальше. МХ-31 прототип. По-детски смешно и вообще никак. Особенно вот эта непонятная то ли кошка, то ли обезьяна. Нет, наверное, все-таки кошка, но почему-то с рогами. Ну, а с этой стороны у нас вот такой вот одноглазый дракон. Хотя бы второй глаз можно было дорисовать для красоты. Ну, ладно. Проехали. Не будем цепляться. Chair Futur 4. Обалденный внешний вид. Легендарный внешний вид. Этой машине просто необходим как кислород человеку. Да и вообще любому дышащему созданию. Потому что без этого внешнего вида. Тачка блеклая. Что бы вы на нее не надели и ничего более подходящего вы однозначно не подберете. Что бы вы откуда не доставали и какие бы другие каму вы не покупали. Если мы говорим с вами о ВЗ-114, то это один из тех танков, на котором внешний вид гораздо круче, чем сама машина. Смотрится очень классно. Развивающиеся ленточки, висящие вот эти баламбоны. Все это действительно смотрится очень симпатично в боях. Единственное, что толку от этого абсолютно никакого нет. Но это совсем другой разговор. На Кобру предусмотрено несколько легендарных внешних видов. Но могу показать только этот, так как второго нет. Ровно как и возможности его отобразить у себя в ангаре. Мне лично очень нравится. Особенно то, что здесь хотя бы две винтовки сзади есть. С отсылкой на фильм «Карты. Деньги. Два стола». Короче говоря, красиво, прикольно. И максимально реалистичный металл со всеми вот этими вот выемками. Со всеми гравировками. Смотрится просто обалденно. Кобра заходит лично мне на все даже не 200, а 300%. Объект 752 имеет легендарный внешний вид, который при заходе в бой порадует вас. Так, ну что, висим? Так, ну вроде бы раздуплились немножко. Смотрим. Вот такой вот легендарный внешний вид. В начале боя обалденно красивые планеты. Солнечная система. Все это вращается вокруг солнца. Но, как только бой начинается, вся эта красота у вас, ребят, пропадает. И вы остаетесь просто вот таким вот образом в покрашенном танке. И я не могу сказать, что мне действительно нравится. Ну окей, хорошо. Да, есть вот эта какая-то спутниковая тарелка для связи. Но на этом, в принципе, история внешнего вида заканчивается. Если бы это было хотя бы периодически в бою, во время того, как вы кого-то уничтожаете, допустим. Тогда окей. А так, отдавать голду за то, что оно один раз вот так вот красиво поболтается где-то в начале боя, мне, честно говоря, не хочется. Т-91. Ой, простите. К-91. Великолепная машина в великолепном внешнем виде. Единственное, чего здесь, по моему скромному мнению, не хватает, это вот этого вот обвеса Огнегарпун. С ним машина смотрится гораздо круче. Есть какая-то непрямая, но все-таки отсылка к Безумному Максу и к тематике постапокалипсиса где-то в пустыне с всякого рода навешанной дребеденью у вас на транспортных средствах. Мне лично очень даже нравится. И в основном именно с таким легендарным внешним видом машина выходит на продажу за 10 тысяч голды. Объект 452К. Не является прям супермашиной в игре, но внешний вид зачетный на все 200. Мне лично нравится, что-то в этом есть и напоминает часть какой-то лаборатории безумного какого-то профессора. И, честно говоря, без этого внешнего вида машина прям совсем никакущая. КПЗ-70. Вообще ничем не примечательный внешний вид, хотя если вы за историчность танков, то, наверное, тогда вам понравится. А так, в целом, я думаю, что разработчикам пора бы что-то придумать новенькое в стиле современности. К сожалению, и моему крайне большому удивлению, фаза 1 не имеет легендарного внешнего вида, хотя является самой тяжело получаемой машиной в нашей игре, так как забрать ее можно только в контейнерах батл пассов. Когда будете покупать особые пропуска, пройдете полностью весь батл пасс и, возможно, с вероятностью 0,05% вам эта машина выпадет. Короче говоря, получить ее практически невозможно и при этом всем легендарного внешнего вида машина не имеет, хотя должна была бы иметь с учетом того, насколько тачка редкая. TL-720, опять-таки, машина, у которой ее легендарный внешний вид лучше, чем свой танк в отношении возможностей в боях. Ну и на этом, ребят, девятки у нас заканчиваются. Покупать ли на TL-720 внешний вид, ну не знаю, я бы не горячился даже в отношении приобретения самого танка, а уж тем более не вкладывать в его легендарный внешний вид какие-то деньги, потому что вы не особо долго находитесь в боях на данной машине. Ну и, соответственно, ребят, переходим к десяткам. Коих здесь у нас целых 22, но это только премиумные и коллекционные. А плюс еще есть у нас, ребят, проходные тачки и всего 66 танков. Не на все, к сожалению, есть легендарные внешние виды, но попытаемся обсудить, по крайней мере, те, на которые есть. На Мауса недавно появился легендарный внешний вид, но получить его вы не сможете, потому что приурочено это было к событию Дюна 2, ну и в целом больше этот камуфляж, насколько мне известно, выставляться на продажу или к получению не будет. Также к Маусу есть легендарный внешний вид стальной хищник, который, мне кажется, Маусу вообще не подходит. Но это все-таки грозная, большая, тяжелая машина. Как говорится, так зачем же? Ну и вот такой еще внешний вид легионера. Если уж выбирать, то, наверное, я бы проголосовал за легионера. Хотя в целом лучше было бы, чтобы на Мауса легендарный внешний вид был в стиле того, который есть на Е100, к которому мы вернемся чуть позже. БЗ-75, к сожалению, обошли стороной и на данную десятку легендарного внешнего вида не предусмотрено. Шеридан имеет несколько легендарных внешних видов. И если вот этот вот товарищ мне нравится очень даже в своем легендарном внешнем виде, то этот же товарищ в своем предыдущем внешнем виде, к которому все привыкли, ну как-то не очень. Хотя лазерный прицел, прожектор, ну может быть кто-то для себя что-то и найдет. Но опять-таки дело вкуса. Едем дальше. Дальше у нас на очереди идет М-60, которому сравнительно недавно дали новый внешний вид Ракеттерс. И действительно смотрится, ну очень классно. Особенно с учетом того, что есть частичная механика данного внешнего вида. Но и стоит отметить, что тачка, если снять данный легендарный внешний вид, имеет свой уникальный внешний вид, который тоже неплохо смотрится на данной машине. Поэтому если вдруг Ракеттера у вас нет, а является машина вот в таком вот виде, то в целом тоже, я считаю, довольно-таки неплохо. На удивление, на эту машину невозможно одеть ничего другого, кроме предусмотренного. М-48 Паттон. Я бы сказал, практически полная кобия М-60. Имеет свой вот такой легендарный внешний вид. И плюс еще один дополнительный, который, я бы не сказал, что сильно будет вас выделять в толпе ваших союзников. Ну, а уж тем более для ваших соперников, мне кажется, вообще по борту, как вы выглядите, когда они будут вас выцеливать. Акула. Ну, простите, пиранья. Ошибочка. По пиране, мне кажется, легендарный внешний вид очень сильно устарел. И здесь, в принципе, обсуждать нечего. Есть да и есть, но можно сказать, что можно и не есть. Т-57 Heavy имеет два легендарных внешних вида. Один вот такой вот, с механикой. Все это дело движется во время боя. И смотрится довольно-таки прикольно, но в то же время, мне кажется, что все-таки немножко перебор. Если вы любитель чего-то более скромного, то можете одеть вот этот неутомимый легендарный внешний вид, который делает машину максимально историчной. Ну и, возможно, большинству игроков именно вот такой внешний вид на Т-57 Heavy заходит гораздо больше. Опять-таки, пишите в комментариях свое мнение. Концепт 1Б имеет легендарный внешний вид, который меня выбешивает на все 200. Я не знаю, кто там со мной не согласится или согласится, но, ребят, серьезно. Сзади барабан и вот эта вот курица щипаная, которая к тебе с затылком стоит, перекрывающая тебе половину карты, когда ты играешь. Ну нет, по-моему, это все крайне лишнее. Да и, честно говоря, вот эти перья здесь тоже ни о чем. Короче говоря, один из тех танков 10 уровня, для которого легендарный внешний вид хоть и предусмотрен, но даже если бы мне дали его бесплатно, я бы подумал, ставить ли его. Ну, разве что ради того, чтобы снять на танк обзор, если он вышел на продажу со всем легендарным внешним видом и показать вам, как он выглядит. Я бы лично с таким легендарным внешним видом играть не хотел и навряд ли подцеплял его на танк. Т110Е5. Проходная тачка, но легендарный внешний вид на нее предусмотрен, за что разработчикам отдельная благодарочка. М4 Йох. Тоже довольно неплохо смотрится в своем легендарном внешнем виде, но я бы не сказал, что действительно обращает на себя какое-то внимание в боях. Как говорится, есть да и есть. Едем дальше. XM66F. Крайне классный, легендарный внешний вид. Все действительно очень круто продумано. Огромное количество мелочей. Не сильно яркий и пестрый расцвет данной машины, но в то же время очень четенько подобраны тона. Серый с желтым, оранжевые полоски на светло-серой башне, а точнее рубке. Плюс проходящие дополнительные провода и механические подвижные части, которые в глаз радуют, когда играешь. Ну и когда ты играешь сам на ней, то тоже все это видишь. И это действительно смотрится очень красиво и действительно достойно внимания в отношении приобретения, в случае если данная машина у вас есть. Т110Е3. Также имеет легендарный внешний вид, который максимально историчен. И вот в этом случае действительно могу только поаплодировать. Выглядит супер классно, тихо, спокойно, натуральная машина. И ты прям чувствуешь, что ты играешь на технике, которая ранее когда-то в истории танков существовала. Т110Е4. Вот такой легендарный внешний вид имеет. Дополнительные обвесики по сторонам. Все это гармонично и точно так же, как и на Т110Е3. Исторично, строго, со вкусом, но не более того. Е50М. Странный легендарный внешний вид. Слишком яркий, как мне кажется, для данной машины. Но опять-таки, данные легендарные внешние виды были придуманы для данных машин очень давно. И, соответственно, тогда были совсем другие темы, которые заходили игрокам в отношении внешнего исполнения танков. КПЗ-50Т. Обалденный внешний вид. Просто супер. Строго, со стилем, исторично. И в то же время есть дополнительные кабрякушки. И вот этот вот прожектор тоже, я бы сказал, смотрится не лишним на данной машине. Леопард 1. Имеет несколько легендарных внешних видов. Здесь выбирайте самостоятельно. Мне лично ни тот, ни другой не заходят. Особенно вот этот дикий. Какой-то он не сильно дикий. Если уж и выбирать, то тогда остановиться на Ирдисе. Ну, по крайней мере, мое скромное мнение. Опять-таки, не ругайте меня строго. Клинок без своего легендарного внешнего вида, а именно клинка, не смотрится вообще. Да и в боях вы будете просто ВК-90-01П и становитесь клинком только тогда, когда приобретаете себе данный внешний вид. Ничего другого лично мне на данной машине не надо. Мне вот этого достаточно. Мне не надо ничего дополнительного. Классно смотрится машина. И действительно стоит потратить голду, чтобы сделать клинка клинком в боях, в которые вы будете заходить. ВК-7201К. Вообще ни о чем. Старый, допотопный внешний вид, который не производит абсолютно никакого впечатления. Е100. Машина крайне суперски смотрящаяся в легендарном внешнем виде. Дополнительная лесенка, сетка, дополнительный брезентик. Ну, в общем, крутая тачка, которая действительно мощно смотрится в боях. И стоит отметить, что есть еще один легендарный внешний вид, который вводился в игру ранее. Ну, и он делает машину прям совсем простенькой. Когда я говорил про Мауса, то я говорил, что было бы неплохо, чтобы на нем было исполнение вот какое-то вот такое. Чтобы было действительно на что в боях посмотреть на медленно передвигающемся Маусе. Е100, мне кажется, вот этот легендарный внешний вид очень круто подходит. Гриль-15. Просто суперский внешний вид. Планирую себе его приобрести. Единственное, что вот эти вот еловые веточки все-таки можно было бы отсюда убрать и добавить каких-то вот таких пошарпанных тряпок. Было бы гораздо симпатичнее. Но и так, в целом, смотрится очень даже неплохо. Яга Е100. Строго, со вкусом, не более того. Разговаривать не о чем, ровно как и обсуждать. Есть да и есть, но глаз не особо радует. Т-100 ЛТ. Все бы хорошо, все бы классно, если бы не вот этот вот радар, вращающийся у него на башне. Потому что мне кажется, что он здесь однозначно лишний. Он какой-то слишком большой, мне кажется. А во всем остальном, ну, не могу сказать, что заходит и нравится. Но, в целом, без него машина смотрится гораздо проще. Т-22 SR. Легендарный внешний вид, на который я бы в жизни себе не приобретал за голду. Во-первых, дорого. А во-вторых, бессмысленно. Потому что машина, ну, просто смотрится не как. Вот и все. Объект 140. То же самое. Чистая историчность, не более того. И отдавать за него золото, мне кажется, тоже смысла никакого нет. Объект 907. Там же, где и Т-22 SR, и объект 140-й, тоже, в принципе, ни о чем. Туда же отправляем Т-62А со своим легендарным внешним видом. В отношении ИСа 7, мне кажется, что очень сильно мешает здесь вот эта вот куриная лапа. Или чья она там, воронья лапа. Которая движется. Но мне кажется, что когда она себя почесывает вот так вот. Такое впечатление, что пузатый мужик утром проснулся и почесывает свой живот. Поэтому мне лично не нравится абсолютно именно вот этот вот участок внешнего вида. А так, в целом, да, прикольно и интересно. Но я только не понимаю, если все это досками оббито, то чем тогда у нас ИС, в принципе, танкует. Объект 260. Устаревший внешний вид. Не о чем говорить. Есть, да и есть. Но в целом, я не могу сказать, что производит какое-то там впечатление. Или не, скажем так, выживает какого-то желания приобретать на него легендарный внешний вид. Если машина досталась без этого каму. То же самое касается ИСа 4. Здесь тоже особо обсуждать нечего. Есть, да и есть. В отношении Объекта 3 топора, а он же Объект 777-2, без легендарного внешнего вида машина не смотрится. Хотя сам легендарный внешний вид смотрится круто, но дорого. И покупать его, не знаю, имеет ли смысл. По-моему, проще купить какую-нибудь годную семерку или до восьмерки денег доложить. Объект 268-4. Вышел в свое время вот в таком легендарном внешнем виде. И мне он очень сильно понравился. Настолько, что я даже покупал себе тачку в наборе именно с легендарным внешним видом, а не без него. Потому что без него, чтобы вы не надели на Объекта, БТЭХа смотреться не будет абсолютно. Объект 263 в своем устаревшем легендарном, но в то же время максимально историчном внешнем виде. Хотя настолько некрасиво нарисован вот этот вот Волк. Без каких-то острых частей. Зализанный весь. Ну, в общем, такое впечатление, что, опять-таки, ребенок рисовал фломастерами на ПТЭХе, а не какой-то профессиональный художник. Хотя, может, задумка такая была. Объект 268-й тоже ни о чем. Крест сверху. Такое впечатление, мол, типа, не стреляйте по мне. Я из Красного Креста. Но, по большому счету, из Белого. Все. На этом больше здесь глазу зацепиться не за что. Виктерс Лайт. Имеет свой легендарный внешний вид. И, честно говоря, он похож, знаете, на такого недоношенного. Недоношенного СТРВ-К. Ну, я не знаю, как это по-другому объяснить, да, или как это описать. Ну, прикольно смотрится. Но, все-таки, не знаю, такое впечатление, что какой-то он бедняга в детстве сильно болевший. ФВ-4202. Имеет внешний вид, который никого не впечатлит. Есть, да и есть. Не знаю, покупать навряд ли имеет какой-то смысл. На ФВ-215Б, который в последнее время все чаще и чаще встречается в боях. Из-за того, что его в свое время апнули. Имеет легендарный внешний вид, который не производит абсолютно никакого впечатления. Может быть, когда-то, много лет назад это было красиво. Но на сегодняшний день это просто ни о чем. В том, реалистичности рисунка вообще никакого. Да и дополнительных каких-то плюшек нет. Типа каких-то дополнительных обвесиков и так далее. Chieftain MK6. Имеет свой легендарный внешний вид. И намекает в очередной раз. А точнее, прямо дает понять, что это британская техника. Но меня Chieftain одет в другой каму. И я абсолютно не страдаю от того, что не имею легендарного внешнего вида. На Суперконя очень крутой легендарный внешний вид. В машине заходит действительно очень классно. Есть возможность, конечно, поставить что-то другое. Но без этого легендарного внешнего вида танчик смотрится действительно гораздо проще. Если мы говорим с вами о FVM 4005, то мне лично не нравится абсолютно. Слишком ярко, слишком пестро. И я бы сказал, слишком вызывающе нагло. Но, с другой стороны, можете взять себе вот такой внешний вид, который является более строгим, более интересным. И мне, честно говоря, стилистика данного внешнего вида чем-то напоминает стилистику легендарного внешнего вида Минотавра. Такое впечатление, что их где-то один и тот же художник разукрашивал. В общем, в таком легендарном внешнем виде мне машина нравится гораздо больше. Бабаха. Есть два легендарных внешних вида. Один просто супер. Один просто бомба. Ну, прям вообще взлет у лед. Но в то же время, блин, стоит. Мама, не горюй. Ну, реально, как Лёва в составе набора с очень крутыми плюшками. Ну, а второй внешний вид прям совсем простенькой делает машину. И этот разящий уже не настолько разящий, по крайней мере, своим внешним видом, как это было ранее. Понятное дело, что этот внешний вид гораздо круче выделяет машину среди всех присутствующих в бою. Бадгер, который не является Бадгером, по большому счету, без своего внешнего вида. Чтобы вы на тачку не одели, это уже не будет Бадгер. И на этот танк, а точнее на эту ПТшку, легендарный внешний вид просто мастхев. Без него, как я уже говорил, машина не является собой. Ну, по крайней мере, по моему мнению. СТБ-1. Ничего не буду говорить. Просто есть, да и есть. И я бы сказал, по большому счету, ни о чем. То же самое касается и Тайпа 71. Вроде бы классно, вроде бы интересно. Единственное, что действительно бросается в глаза, это вот этот вот прожектор, обрамленный спереди сеткой. Все. Все остальное не производит абсолютно никакого впечатления. Но если вы за историчность, то, наверное, скажете, что ГСН был неправ. Хори. Ну, я бы не сказал, что мне нравится этот легендарный внешний вид. К чему это? Зачем это? Я лично не понимаю. Дальше мы переходим к ВЗМ-132.1. Здесь, я так понимаю, больше всего радоваться будут дети и подростки. Потому что машина вся сияет, сверкает. Светится неоном. Короче говоря, такая чисто дискотека на гусеницах. 121Б на сегодняшний день просто ни о чем. В золотистых тонах. Раньше, когда машина появилась с своим легендарным внешним видом, да, она смотрелась очень классно. Но на сегодня уже говорить просто не о чем. ВЗ-121 отправляем туда же, потому что здесь просто обсуждать нечего. 114СП2 пропускаем. Ну и, соответственно, ВЗМ-111-5А с уже устаревшим абсолютно внешним видом. Точно так же, как ледяной. На сегодняшний день в легендарном внешнем виде не смотрится абсолютно. ВЗ-113 имеет два легендарных внешних вида. Я даже не знаю, какой из них хуже. Вот этот или вот этот второй, который на него идет. Ну ладно, если уж говорить откровенно, то я бы выбрал себе конкретно Медного Воина. Если уж прям сильно надо выбирать. А по большому счету оденьте что-нибудь другое. И в целом, мне кажется, что хуже от этого машины не станет абсолютно. Точно так же, как и ВЗМ-113 ГФТ. С вот этой великолепной рыбкой. Карась, окунь, кто это у нас? Не знаю. Карп, скорее всего. Ну, короче, тоже ни о чем. И здесь особо обсуждать нечего. Также мне, допустим, не очень нравится легендарный внешний вид на ВЗМ-25Т. Если мы говорим с вами о другом легендарном внешнем виде, то выглядит это вот таким вот образом. Здесь гораздо все интереснее, симпатичнее. Плюс сзади есть у нас такой вот мониторчик, который нам периодически показывает какую-то информацию о том, что мы делаем в бою. В общем, если выбирать, то, наверное, раннер все-таки будет куда поинтереснее, нежели предыдущий базовый мушкетер. Хотя на вкус и цвет товарища нет. И мне писали по поводу того, что мушкетер больше подходит данной машине, потому что является более историчным внешним видом. АМХ-30Б. Даже говорить ничего не буду вам, потому что за этот внешний вид я бы не отдал ни гроша. И слава богу, что у меня его нет. И не тянет покупать. А почему говорю, слава богу, что нет? Потому что, скорее всего, я бы и не ставил себе этот внешний вид на танчик, а катался бы на чем-то другом. Не впечатляет абсолютно. АМХ-30Б. Прикольный, классный, историчный внешний вид. И если вдруг вам историчность наскучила, то можете одеть себе вот такую вот грозу, которая складывается и раскладывается во время того, как вы в боях наносите урон, кому-то уничтожаете. Но вы всей этой красоты не видите, потому что видите машину только вот так вот сзади. И в целом порадоваться тогда уже и нечему. Тут радуются ваши соперники, когда видят, как это все механически происходит в боях. Поэтому отдавать бешеные деньги за тот внешний вид гроза я бы не рекомендовал. Вы его будете видеть крайне редко. АМХ-М4 МЛЕ-54. Легендарный внешний вид тачки, который строгий, со вкусом, ни о чем. На сегодняшний день уже, в принципе, устаревший. Но вполне себе неплохо выглядящий. ФОЧ-155. Просто историчность и не более того. Две точки по сторонам. И на этом история заканчивается. ЦС-63. Мне кажется, что вот эти крылья являются крайне лишними на данной машине. Но в целом смотрятся довольно неплохо. И слава богу, есть хоть какая-то механика. Процесс Progetto 65, простите. Имеет легендарный внешний вид, который в целом машину абсолютно не выделяет в боях. Когда вы играете и не являются, как мне кажется, каким-то действительно динамично адреналиновым. Таким, который действительно подходил бы машине. Я бы поставил на вашем месте маэстро. Но здесь уже дело ваше. Чего вам больше хочется? Вы хотите себе строго и со вкусом? Или вы хотите пестро и непонятно? Мне кажется, что здесь все-таки с аляпистостью художники немножечко переборщили. Переходим к ТВП НТ-5051. Просто ни о чем. Есть да и есть. И на этом, в принципе, до свидания. КАРО 45 тонн. Великолепный внешний вид. Просто умопомрачительный. Единственный момент, которого здесь не хватает, это мигалка. И вот с мигалкой, ребят, действительно прям... Прям то, что надо. Без этого легендарного внешнего вида машина не смотрится абсолютно. Это один из немногих танков, на которые я бы все-таки говорил о том, что купить надо бы. Но купить не получится, потому что данный легендарный внешний вид недоступен к покупке и может выпасть вам только из каких-то контейнеров. КРАНВАГН. Имеет два легендарных внешних вида, несмотря на то, что является проходной тачкой. Один из них максимально историчный. Второй не имеет к историчности вообще никакого отношения. И, ну, не знаю. Разве что вот эти глаза, это единственное, что действительно в танчике прикольно смотрится. А зубы вот эти вот, ну, такое впечатление, что, не знаю, что-то лишнее сюда прилепили. И мне, честно говоря, вот эта часть корпуса, да, или в целом внешнего вида на машине не нравится абсолютно. Такс, переходим и практически завершаем. СТРВК один из тех танков, ровно как и КРО 45 тонн, которые без своего легендарного внешнего вида не имеют вообще никакого отношения сами к себе. То есть это уже не будет СТРВК в привычном себе внешнем виде. Просто великолепный, обалденный, умопомрачительный, хотя и на проходной машине легендарный внешний вид на 60 ТП Левандовского. Есть механические подвижные части, есть историчность, есть брутальность, есть сила, напор. Ну, в общем, все, что ТОМ можно представить себе на таком великолепном, и, я бы сказал, крайне упрямом танке в игре, с которым действительно сложно справиться. ВЗМ-55. Не знаю, по-моему, разработчики что-то там то ли перемудрили, то ли все-таки не доделали. Как ни крути, это все-таки десятка, это тяжелый танк, а смотрится, честно говоря, как какая-то детская игрушка из китайских запасов, точнее, не так, из запасов китайских игрушек в каком-то дешманском магазине. Уж простите меня за такое высказывание, но я, честно говоря, этот легендарный внешний вид не понимаю абсолютно. Ну, и точно так же, как 60 ТП, великолепный легендарный внешний вид на Минотавре. Подвижные части, огромное количество дополнительных вот этих всех обвесиков, только добавляют массивности данной ПТ-хи, которая обладает очень крутой броней. Также напоминает о наличии крутой лобовой брони вот эти вот дополнительные листы спереди разрисованы, ну и дополнительная защита по сторонам. Смотрится просто обалденно. Итак, ребят, по данному видео пробежался насколько смог по танкам 8, 9 и 10 уровня в отношении того, чтобы показать вам, как выглядят те или иные легендарные внешние виды. Понимаю, что видео было довольно-таки не коротким по своему времени, но я старался ради вас и буду очень благодарен за то, что вы оцените потраченное мною время своим лайком и комментарием. В комментариях пишите, какие легендарные внешние виды нравятся вам, а я с удовольствием об этом почитаю. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok